Здравия всем! Сегодня мы поговорим о меди и бронзовом веке. Но начнем мы немножко с другого. Мы начнем с Тейвда Айка, который говорит о том, что если кто-то сомневается в том, что существует долговременный план по изменению человеческого сообщества и события, которые меняют человеческое сообщество, не случайны, они задолго запланированы, это долгий план. Если кто-то сомневается, пусть прочитает мои книги 90-х годов и посмотрит сегодняшние новости. И вот он это сделал, посмотрел просто заголовки и он соединил некоторые точки между ними. Он говорил об этом очень-очень давно. Мы не имеем дело с каким-то миром случайных событий, которые направляют и меняют человеческое сообщество. Мы имеем дело с задолго-долго-долговременным планом и планом по трансформации человеческого общества, который позволит нескольким не просто манипулировать несколькими, в конце концов, но и полностью контролировать то, что люди думают и делают. И одним из способов контролирования и манипуляции является всепринятая теория так называемых веков. Сначала идет бронзовый, потом медный, потом железный. Так ли это? Мы сегодня поговорим об этом и попробуем проанализировать, соответствует ли это действительности. Вот этот человек, он пытается делать, восстановить все древние технологии, которые, как по официальной истории, говорят, что существовали в то время. И он постарался восстановить. Сначала был каменный век, по официальной версии, потом медный, потом бронзовый. Так ли это? Соответствует ли это действительности? Давайте попробуем восстановить ход истории. И начнем с одного самого простого металла, это медь. Он постарался самостоятельно добыть его и как-то улучшить, расплавить и добыть именно металл. Но, посмотрите, где находятся главные места добычи. Их всего несколько. Одно из них в США, этому человеку повезло. Он поехал и нашел это место. Он жил недалеко. Замечательно. Но как быть с медными изделиями, которые находятся по всему миру? Смотрите, какой тали находится этот медный рудник. Туда не очень просто добраться. Но это единственное место на Северной Америке, где здесь зеленые вот эти вот скалы. Потому что в них есть меди. Точнее, оксид меди. Очень хороший знак, когда зеленый цвет камней. Но даже, посмотрите, даже на поверхности не так просто добыть. Они довольно твердые. То есть уже нужно что-то железное, чтобы отклупать камешки. Вот у здорового мужика это не очень просто получается. Потому что не все камешки зеленые, не все камешки подходят. Там есть медные жилы. То есть не так просто даже просто добыть его. Руду. Потом нужно как-то размолоть. Потому что иначе не вычленить металл. То есть уже нужно железо, правильно? А как это делали древние-то? Когда не было железа. Посмотрите, не так просто. Он уже устал. И он еще в мельницу положил, чтобы перемолоть. А иначе не так. Но как древние это делали? Хороший вопрос. У них тоже была электрическая мельница? Он размолол. Но никаким иным образом, кроме как химической реакции, не добыть медь. Посмотрите. Он добавляет химикаты, он добавляет кислоту. Иначе никак. В современном мире на медь добывают немножко иначе с помощью электричества. Катод, анод. И, соответственно, на одном из них осаждается медь. Ну а древние-то как это делали? Потому что медь это не металл, не обычное железо, которое можно иным способом добывать. А как древние-то добывали? Мочу ослов выпаривали? Где? В чем? И он получил 2,5% из руды меди, чистой меди из руды. Представляете, какой объем нужно перемолоть, чтобы получить хотя бы медный молоток, где-то полкилограмма. И не с такой частотой. Соответственно, полпроцента меди можно получить. Хорошо. Получить полкилограмма. Нужно 100 килограмм руды перемолоть. Как? Чем? Он серу добавил, сульфид, меди получил. Потом... Ну, медный капорос, она называет, но не важно. И, получается, осаждал медь. Посмотрим, что он дальше делает. Ну, технология тут не важна. Важен процесс. Даже используя современные химикаты, современные методы и средства, которые у него есть в биораспоряжении, он весьма такие... не блещет результатами. Не очень хороший результат получается. Главное, где взять электричество и кислоты для того, чтобы получить меди. Ну, меди, замечательно. Он решил оставить это на ночь и посмотреть, что получится. Ну, посмотрим и мы. Перемотка. Итак. Две недели он осаждал эту медь. И, получается, почти всю медь из раствора добыл. Нужно теперь только соскоблить. Очистить анод. Посмотрим, что получится. Он не хочет сам анод растворить, но немножко кислоты он использовал. И все-таки, как в древности, получали химию. Кислоты, например. И хому в голову пришла именно в такую последовательность. Смешивать руду. И кто знал, что вот эта кислота поможет таким образом. Дальше остается мелочь. Просто взять, растворить чистую медь. Ну, так ли это легко? Как это делать древние? Чтобы просто растворить. Просто костерка мало. Температура не хватит практически. Ни на что. А если в самый жар поместить, в самую печь, то тут примеси. А та чистота изделий и материалов медных, которые мы находим, которые датируются пятым тысячелетием до нашей эры, не может быть полученную нигде, кроме современных, там, дольных печений. Естественно, процесс электролиза. Сейчас посмотрим, что получилось у него. Я вот этого англоговорящего парня поставил как образец, потому что то, что на русском языке там два парня делают, это просто ужас. Ничего другого я не ношу. Соответственно, между бронзовым веком и каменным, получилось, был такой медный мед. Но мы нигде почему-то не находим медных инструментов в чистом виде. Да, есть медные некие-то украшения, но поскольку мед окисляется, очень небольшое количество статуй мы даже видим. А то, что мы видим, медные статуи, это явно не датируется не век, который идет сразу после каменного века. Нам говорят, от пяти до двух с половиной тысяч до нашей эры были медные какие-то инструменты. А потом был бронзовый век. Настал век бронзы, но подумайте, что такое бронза. Это сплав меди, соответственно, и олова. Но, блин, а где брали олово для сплавов? Потому что олово, допустим, в Европе только в одном месте добывается, и то не на поверхности. Нужно шахту вырыть. Посмотрите, бронзовые статуи везде. В Европе, в Америке, в Азии, в Южной Америке и так далее. Естественно, Африка, Австралия даже. Посмотрите, это бронза. Причем очень чистая. И это не монолит. То есть, каким-то образом внутри пустота. Как делали эти статуи? Сейчас мы не можем такого качества... Вот это в России, у них Китай, подумайте. А вот слева, в Китае, вот это как можно достичь 3000 лет назад. В Индии. Вот как добиться такого качества? Мьян. Официально, говорят, 3000 лет назад. Греция. Как? Кто в эту фигню поверит? Говорят, что вот это только 3000 лет. Африка. Подумайте, как это могло быть произведено, сделано в России, по всему миру. Вот это в России. Сами понимаете, где. И все это датировано бронзовым веком. Люди с пальцами практически бегали. 2000 лет назад. Медный в саде. Но он не очень медный, скорее бронзовый. Откуда взято такое количество меди и бронзы? И почему он в сандалиях, как и все остальные статуи по всему миру, которые часть датируются 200 лет назад, часть 300, часть 5000 лет назад. Огромнейший разброс в одинаковых по стилю статуях. Они медные, они бронзовые. Вот такое качество завитков. Глаза до сих пор цвет не потеряли. Может быть, все-таки не 3000 лет назад? Давайте вернемся к официальной версии истории. Зачем нужен медь, которую очень сложно добыть? Зачем нужно делать бронзу, которая очень редко где может быть произведена, поскольку всего два месяца рождения улового? Когда железо буквально везде. Посмотрите, два азиата пошли на ближайшую речку. Взяли подходящий камешек. Скололи другим камешком, потому что другая структура руды. Посмотрели, блестит. Замечательно. Собрали. В ладошках потерли. Посмотрели. Да, действительно блестит. Это не кристаллические. Это как слюда, прожилки. Помыли немножко. перемотаем притащили костерку самодельной печки все реально их опытов много костерок пожарче разошли дровишка больше засунули эту шифту размолотые камешки побольше главное что там процент 20-30 процентов железа вот вытащили из же ровно готовенький медалов повторили операцию пару раз итак дорогие друзья как вы думаете что легче производить на самом деле существует каменный вид текарей бегают с палец и вдруг они решили перейти на другой вид вооружения оружие что легче заморачиваться с медью и с бронзой и только потом получить железо твердое а не мягкую медь которая и ржавеет и очень мягкая никуда не нужна либо все-таки начать железо как вы думаете вот в какой части можно верить официальной версии там был цельнозор мы пытаемся установить наше цельное видение спасибо за внимание пожалуйста пишите комментарии что вы думаете по этому поводу верить официальной истории или нет спасибо до встречи